пошла запись уважаемые олеги меня зовут полина очень с вами приятно познакомиться слышите трактор работы давайте громко хорошо меня зовут полина мне очень приятно с вами познакомиться а как вас зовут чтобы можно было обращаться так дело в том что до своих константинович для чужих железо валерий константинович так теперь смотрите значит как я сделал вас вы приехали втроем это родители вот вот они сейчас копают копают заметьте мой разговор особый сейчас поймете с приколами вот пусть копает пусть садят и на этом все а я когда увидел вас молодой я тут же вас охапку сюда будет серьезный разговор устал я старики те которыми я начинал 40 лет назад 30 20 они все в могиле вот а молодежи нет до сих пор и вот смотрите длинный разговор но и прям было вот майна знаете поселок майна знаете вторую неделю стоит машина забитая саженцами по самую макушку и мальцы покупают саженцы и вот и когда я подошел с камеры спокойно нагло камеру говорит это саженцы из минусинска как я говорю с опытного поля знаменитого нет частников все вроде бы честно я а что у вас диковин есть не знаю ну что такое персик есть нет через есть а давайте черешня дает мне саженец черешни а я смотрю с подозрением точно черешня потом давайте минусинска то нет очередшего сада нет нет да и обмануть нельзя на продавец дальше слушайте внимательно на второй день думаю ну что-то надо делать позвонил нескольким мальницы для меня родные эти минусинска родные люди слышали про черешни сад нет набираю этот самый опытное поле знаменитый этот научное учреждение у них все фотографии с интернета а черешни нет вообще как так можно растить роскошные абрикосы все с интернета что своих фотографий нет но это ладно это отдельный разговор про плодопитомники я второй раз езжу подъезжаю вот и а мне уже сообщили константинович там твоя фотография на панно фотография знаменитая сотня плодопитомников ее присвоила моя знаменитая фотография серафима я второй раз подъезжаю делаю фотографии уже панно вот она моя фотография тогда я говорю уважаемые дамы но уже без камеры да мне и стыдно подставлять как-то это вроде бы продавать надо зарабатывать надо но это все узбекистан в абакане это называется кстати как узбекская мафия но мафия конечно не настоящая имеется ввиду что налажен канал понимаете да вот и что это она мне говорит нет это самое это продает я привезла от этого минусинского предпринимателя и тут я задаю коронный вопрос черешин там нет где он и взял ему им нет на меня другие ссылаются я тоже стал знаменит среди мошенников вот нет да привозные а где он берет я не знаю и вот они стоят красавцы а рядом наш место продает не буду позорить камель называть они все полуметровые зато скалом земли довольно вшивенькие такие знаете это это не это вот настоящие то вот они но это ладно отдельно значит что я предлагаю значит родители пусть себе выращивать может и вправду вырастет теперь белый яр это не подарок я считаю даже то что это степная зона как хотите убеждать вот значит надо что сделать вот надо умудриться молодому человеку даме вдруг вы мне все сказали вы мне сказали я выращивал саженцы значит что-то умеете дальше отдельный разговор мы сейчас идем питомник я вам показываю то что можно в деньги превратить за 4-5 месяцев если ну не сейчас середина мая а если начать с апреля допустим не этот год допустим следующий но опыт это это знание пригодятся я вам предлагаю а надо послушать сотни тысяч людей и пускай получается что вам не пригодится но я а как бы обращаюсь к вам хочу побольше людей заразить вот поэтому мы сейчас возьмем и спокойно пойдем питомник но перед этим знаете чем у меня подкупили сейчас ваш папа покажите мне вот этот и вот эту книгу а вот к вам не самую дорогую не вот эту и вот эту а вот следующий это саленградская типография это лично моя книга она уже четвертая да вот смотрите вот сейчас ваш папа купил поэтому у меня к вашей семье особое отношение не каждый покупает вот обычно предлагаешь один из 10 соглашается вот это ваш семья поэтому у меня к вам особое отношение покажите всем вот это настоящая энциклопедия она отменяет всю каторжную агротехнику так вот сейчас я задам главный линна говорил здесь он говорил главный вопрос сейчас хочется кулаком грохнуть вы будете питомниководом вы будете питомниководом нет дело в том что садоводство это диагноз это не профессия я сейчас я вас заразил это навсегда отказывайтесь люди нет вот родители вот сейчас мы уйдем это и уедем говорите нет все пошли вы нам даете 15 минут мы из нее садоводы деда книжку уже купили потом если вдруг конце разговора вы скажете а я хочу вот эту это книга знаете как для каждого характера вот что такое записки это рассказ дочитайте до конца все крыша селисона всегда поэтому лучше не покупать ее я имею ввиду вот эту вот вот эту ну и за участие я вам просто дополнить я просто подарю брошюру это подарок просто а про эту тысячу рублей подумайте а по это да пока это я просто извините я вас использую ведь то что у меня продаются такие книги узнает еще сотни тысяч людей значит еще несколько заказов будет так ну давайте начали обход второй этап а кажутся будет маточные деревья обратите внимание что такое маточное дереви ну давайте вот это возьмем вот это было отрезано отрезано отрезан отрезанное черенки вот придем питомник они уже привиты вбрались вот отсюда 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 но я питомниковод и во вторую очередь а первая В первую очередь я селекционер. Пах приходят черенки и говорят, а будут 150 грамм. Это 6 штук килограмм. Тогда я беру и использую деревья уже не как маточные, а как селекционные. Вот смотрите. Вот это, вот это, вот это, вот это. Смотрите туда. Вот. Это второй этап. Для этого, конечно, нужно достаточно площадей иметь. Посмотрите, какие у меня площади. Последнее, что такое Тарапыги. Глядите. Вот чуть ли не первое дерево зацвело. Это скромное дерево. Я вам показывал. Нет, ну прости мимо. Вот там у меня растет отец этого дерева. Я его называю. Манжурский патриарх. Но он же мужской и женский. Он дал 40 ведер в последний год. Одно дерево. Вот. А это его сыночек. Так. Начинается качество у детей. У них же есть еще второй родитель. Папа. У каждого семечка. И вот она семечки выросла. И что получилось? Сверхраннее. Так назовем. Или просто раннее. Это жизнь покажет. Или сверхраннее. А что это значит? Она, по идее, первая должна попасть под заморозок. В первую очередь. И урожая не будет. А самое интересное случается такое. Значит, цветет, цветет, цветет. Заморозков нет. Отшила. А завязались плоды. Заморозков больше не боится. А второе дерево, допустим. Вот это вот. Плоды гигантские. Не смотрите, что такое. Это уже обрезка на омоложение. Не пугайтесь. Не пугайтесь. Да. Вот. И она выбросит еще кучу веток. Вот таких вот. Ну. Для того, чтобы мы черенки срезали. С него. Так вот. Что интересно получается? Оно живое, здоровое. Совершенно. А вы обратите внимание. Смотрите. И у него еще и мыслей нет цвести. А это родственники. А почему так получается, что нет? Родственники за счет... Ой. Рассказывать про резервизацию не буду. Напугать боюсь. Это следующий этап обучения. Приезжайте еще ко мне. Все раньше. Постарайтесь. Так вот. Теперь смотрите. Это зацветет позже. И она может попасть под заморозки. А это уже... Которое... Видите? Значит, что получается? Те, кто думает, 2-3-4 дерева достаточно, первое может опылить второе. А второе первое уже никогда. Там особое... Это самое... Ну, это называется по-другому. Генетика. Вот. А второе должно полить третье тогда нужно иметь. А третье четвертое, четвертое первое. Значит, хотя бы четыре. Но лучше 14. Понимаете? А вот это вас ждет. Почему? Сейчас я вам еще один подарок сделаю. Если, конечно, вы потянете такие подарки. Меня иногда находят. Знаете? Вот смотрите. Вот. Что я сказал про Минусинск? Что там нет черешин. Да, там нет черешин. Смотрите. Вот это вишня. Вот она засветает. Вот смотрите. А вот это... Внимание! Настоящая черешня. И нелегко. Смотрите, какой у меня штаб. Вот видите? Этот еще раньше погиб. А это все-таки почка пошла снизу. Вот почему. Запоминайте. Ой. Полина. Полина. Запоминайте, Полина. Значит, как можно ниже поливайте. И тогда дерево погибло, а нижняя почка пошла в рост. И это настоящая же черешня. То есть, допустим, вот здесь так же, смотрите, вишня. А на ней привита черешня. То есть, главное, прививка как можно ниже. Вот. И вот это одни из моих книг, которые вы это то ли купите, то ли нет. Там про это и как раз написано. Совет-то простой. Прививка как можно ниже. И мне удалось так спасти от страшных морозов. Десятки, сотни деревьев. Уже, казалось бы, мертвые. Да, вон сейчас. Ага, смотрите сюда. А мы еще до питомника не дошли. А меня уже понесло. Смотрите. Культурное дерево Фаина погибло. Глядите. Видите? Да нет. Вот. А ветка-то? Обратите внимание. Видите, ветка вылезла? И вон вторая. Вроде бы погибла. А благодаря очень-очень низкой прививке жива. Так? Да. Вот. А еще второе чудо. Следующее. А еще ниже вылезла почка. Ну, это мой любимый конек. Вылезла почка. Уже из-под двоя, из манжурца. Не из культурного. Вот это вот культурное. Вот они. Да? А вот это, смотрите, вот культурное здесь. Чуть выше прививки. А вот это уже ниже прививки. И что мы имеем? Мы имеем, только не пугать, сейчас назову страшное слово. Для науки страшное. Оно у них чуть ли не бранное, оно у них чуть ли не матерное. Я, Железов, меня в это, при этом, столбу к этому приковали. И сказали, не сметь, это химеры. А вы и слова такого не знаете. Химеры знаю. Так правильно, там лев с головой человека, человек с головой льва. Ну, вещи несовместимы, значит, коротко живущее. Это дерево мне уже дало десятки килограмм. Ну, это чудо. Ой, дико, и десятки килограмм. Сотни килограмм. Вы уже остановитесь этим? Крышу сносит, нет? Ну, я потихонечку познаю. Ну, пойдем дальше познавать. Ой, нарвались. Так же, как волк идет перебинтованный. Волк, да что с тобой? Кто тебя? Да я за зайцем погнался. Ну и что? Так зайцем бисом оказался. Полина, вон машина. Вон вас ждут. Может, все? Или пойдем? Ну, про вишню. Нет, вот сами вишню у нас есть. И то, что мама в прошлом году она расцвела. И с нее отличаются плоды, которые там дала она. Мы сделали вкусный компот. И сейчас маму переживают, чтобы она снова дала плоды. А, вот именно. А там проблем. И заморозки убить могут. И это самое. Кроме этого, еще и опылить в один год. Опыезд кому-то другой. Некому. Знаете, потом, когда мы... Смотрите. Вот здесь вот. Главное богатство этого сада. Вот это дерево, жердель, с Украины, Керцунской области, на глазах телевидения дала 40 ведер. Одно дерево. Вы вдумайтесь. Вот рядом поставьте 40 ведер. А после этого, смотрите. Вот с такой густотой еще 100 квадратных метров покрыто. Вот. Когда мы закончим, дело ваше. Вот они. Вы берете, денечек два засуха намочите. Вот, смотрите. Вот. Видите? Живая? Ну да, вроде бы. Кстати, это самое. Если у вас будет настоящий сад, вот таких вот, знаете, съешьте. Вот. Это сильнейшее лекарство, которое не имеет равных. Противоопухолевое. А теперь посмотрите, сколько то лекарств никому не нужного. Я почему не мог все собрать? Мы собрали с этого 40 ведер, вот с того дерева 30 ведер. Когда у нас, у меня набралось 150 банок трехлитровых вот с такими хвостиками, я сказал, хватит. Вот. И все это теперь доедает за меня мыши. Видите? Вот они расщелкиваются. Когда был дождь, они начали всходить. Когда они расщелкиваются, их мыши тут же подбирают. Я фильм снимал. Это тоже по пути. А теперь, ради чего я пришел, дам один полезный совет и больше вас мусить не буду. У меня таких советов сотни. Но именно это. Итак, однажды случилась беда в моей жизни. Мне сожгли хорошие ребята на мотоциклах. Наверное, не хорошие. Наверное, не думали, что добро делают. Сожгли пятигектарный сад. Оставшись с одной пенсией, что я сделал? Объясняю. Вот он лес. Сколько до него? В нем растут огромное количество так называемых корневых отводков яблоницей. И вот он еще совсем рядом, смотрите. Там берег Енисея тоже это. Там я взял пару сотен. Ну, рядом же. Прямо на тележке подъезжал и выкапывал так называемые корневые отводки. Слушайте внимательно, это пригодится в жизни. Это было апрель. Только земля оттаяла. В конце апреля в лесу поздно оттаивает. Но меня уже ждали черенки. Сад изгорел. А оставалось 20-30 деревьев, которые продолжали из полутора тысяч плодоносить. Я себе взял черенки проверенные, жигулевские такие, это король сада. Вот. И привил за столом, посадил, это был май. Вот как сейчас май. Так? Через пять месяцев у меня было 500 саженцев на продажу. По тем временам. Это было, сейчас скажу, сожгли в 2005 году. Это получается 2006 год. Так? 500 рублей тогда солидные были деньги? Да. Да. Вот. Смотрите. Деньги солидные. Я продал 500 штук по 500 рублей. И у меня в кармане через месяц, тогда спрос был на железов бешеный. Это сейчас чудом, что вы приехали с Белого Яра за 100 километров. Это просто чудо. Таких сейчас мало. А тогда за месяц у меня разобрали 500 однолетних саженцев. Осень уже. При корневотводке к осени дают вот такой ком земли. Это моя гордость. Я ставил коробки картонные и учил коробки картонные же и садить. Эффект был поразительный. Но у меня в кармане перед зимой, кроме этой пенсии, которую стыдно назвать пенсией, знаете, вот, у меня было четверть миллиона. Вот. Теперь вы находите в районе Белого Яра. Может, есть. Возле Красноярска я на спор выиграл. Я нашел Сибирь. Прямо 24-го из Красноярска. В тайге. Вот. Вы находите это самое, засаживаете в свободный участок несколько суток. Вот. Потом, дарая головная боль, становиться уже исследователем. У соседей нет ли хороших яблок. А дело в том, что, я сейчас говорю, страшную вещь, и мы закончим. И так, значит, эпидемия, настоящая эпидемия уничтожила практически сотни тысяч, а может быть, миллионы. Практически все крупноплодные яблоки. В Минусинске, в Абакане, в Саногорске, Мане, Черемушка и во всех наших дачах участках. Так что у меня они живы. Это отдельный разговор. Вот. Я сейчас не буду даже поступать к нему. Но факт то, что сейчас, или вот как-то на моих глазах, женщина купила саженец. Я как раз подходил, и вот это есть в фильме, прям вот она купила саженец яблони. Корни неплохие, но он замерзли 100%. Это Таджикистан, Узбекистан. Вот. То есть сейчас в стране, ну, допустим, ладно, за страну не будем говорить. Допустим, берем наш регион. В нашем регионе страшный дефицит настоящих саженцев. Кто его исполнит? Я предлагаю, я с вашей помощью. Фильм не только ради вас, а ради всех, кто меня слышит. Вот. Надо эту нишу заполнить. Надо вытесить с рынка всю эту сволочь с юга, которая врет в глаза. Вот он фильм. Вот. У меня таких фильмов много, обычно я пишу. Откуда дровишки? То есть все это дрова. Даже в костер от них толку мало. Ну что, заканчиваем разговор. Вот про этих в лесу Сибирки. И вы теперь... Ну, этот год потерян. Стоит жара. У нас еще неделю назад снег шел, видели? Да, я видел. И вдруг дикая жара, вот эти дни, так, узкое поливать. Вы, наверное, опоздали. Но я бы не опоздал своим опытом. Я бы сейчас бы в лес, допустим, опять с нуля. Вот он лес, я бы сейчас бы, эти же 500, а может, ищу бы накопал. Вот. Привил. Черенки у меня всегда есть, понимаете. Вот. Я сказал эту информацию с вашей помощью. А вам пригодится или нет? Нет. А вдруг? Посмотрим. Ну что? Давайте помашите людям. Все. До свидания. Привет от Полины и от Валерия Константиновича. З condu 화стовая жерза. Редактория. Валерия Константиновича. linки. Продолжение следует...